Здарова, комрады! Я вернулся с отпуска и сегодня я расскажу вам про три очень разных девайса, которые я брал с собой под воду для того, чтобы фотографировать. И казалось бы, что здесь вообще в принципе можно сказать и зачем эти устройства брать под воду себе, когда можно просто взять их всех и сравнить в обычных условиях. Но если бы все было так просто, этого видео бы естественно не было. Прежде чем рассказать про сами девайсы, давайте я вам расскажу очень интересную тему о том, что, ну может быть кто-то не знает, вода поглощает свет по-разному. То есть определенные волны поглощаются практически сразу, другие волны поглощаются не так эффективно. Это означает то, что цвета под водой выглядят совершенно иначе по мере погружения все глубже и глубже и глубже. Первыми пропадают там красные, оранжевые цвета и вся практически теплая гамма, а синие цвета и холодные, фиолетовые пропадают позже всего. И в этом-то и есть весь кайф этой подводной съемки именно вот с точки зрения техники. Если мы в обычной жизни у нас, грубо говоря, три саппикселя на один физический пиксель, то здесь фактически весь цвет зависит от красного саппикселя. Насколько он чувствительный, настолько и у нас богатые будут цвета. Вот тут, например, прекрасно видно, как обычному RAW-конвертеру не хватает диапазона настроек для того, чтобы компенсировать вот этот вот дисбаланс цветов. Это RAW-файл, это не JPEG, тем не менее, все равно ему вот не хватает. И да, без танцев с бубном, без залезания в кривые, для каждого канала отдельно, у вас ничего не получится. И вот именно в этом плане мы с вами никогда не рассматривали фото и видеотехнику. А, ну и технически один момент. Если вы хотите сравнивать именно видео, то я советую вам включить на YouTube режим 4K. А фотографии я уже подгоню под 1080, чтобы их можно было по детализации сравнить на обычных смартфонах. Итак, теперь про сами устройства. Ну, что первое приходит в голову, когда ты думаешь о подводной фотографии и подводном видео? Конечно же, про подводный фотоаппарат. И такой у меня есть. Это обычная подводная мыльница, самая классическая, пожалуй, наверное, даже самая распространенная. Это не самое новое устройство, но на самом деле и последующие ТАВ-6, шестого поколения, там то же самое. Все, особо никакой разницы между ними нет. Из плюсов у него неплохой светосильный объектив, но по сравнению на самом деле с другими мыльницами, да, он светосильный. Здесь размер относительного отверстия 2, то есть он чуточку светлее обычной среднестатистической мыльницы. Естественно, есть зум, есть нормальная человеческая фотографическая вспышка, всякие аксессуары, но нам на самом деле не это все интересно. Нам интересно два параметра. Первый параметр – это размер матрицы. Вот здесь 1 на 2,3 дюйма. И, конечно же, нам интересен здесь режим видео. Он у нас 4К, но самое, что гнусное, это то, что он, конечно же, очень сильно кропает угол обзора. Вторым девайсом после обычной подводной мыльницы, конечно же, в голову приходит обычная GoPro. И, в принципе, этот девайс хорошо изучен и особо интересного не представляет, но я его взял для сравнения. У меня конкретно 7-ка. Все видео с нее будут в формате 2 и 7К, потому что 7-ка не умеет снимать 4К со стабилизацией. Мне было интересно для себя видео снимать именно со стабом сразу, чтобы потом не мучиться в каких-то редакторах. Поэтому не 4К, а для сравнения будет 2,7К. Ну, держите это там звездочкой. То есть, если не пользоваться стабилизатором, будет чуточку более детализированное видео. И, пожалуй, самое интересное – это то, что на глубину я взял с собой смартфон. Просто так смартфон, даже если он у вас имеет влагостойкость какой-нибудь IP68, то, естественно, в соленую воду и тем более на 20 метров брать с собой его нельзя. Поэтому с нашего любимого Алиэкспресса был заказан вот такой вот чехол. Всякие пакетики эти герметичные, они не подходят для нормального погружения. Они подходят для условного снорклинга, то есть, если вы с трубкой просто плаваете. Но для именно дайвинга, конечно же, они не подходят. Поэтому был заказан вот такой вакуумный чехол. Возьму вам покажу. То через вот это вот отверстие нужно откачивать воздух, чтобы внутри ничего не запотело. И для того, чтобы дверца сильнее прижалась к резинке. И, казалось бы, эта конструкция на самом деле очень хорошая и удачная. То есть, вакуумный чехол вообще-то это крутая штука. То есть, понятное дело, то, что для GoPro на самом деле та же история. То есть, вот GoPro, у нее там есть какая-то защита небольшая, по-моему, не ошибаюсь, 10 метров. Но этой защите доверять нельзя, потому что она сделана очень плохо и очень жиденько. Если плавать с GoPro, в принципе, можно, наверное, но я бы не рекомендовал. Я бы, если уж ты плаваешь, то купи нормальный чехол. Вот он, оригинальный кейс от GoPro. Для него заявлено чуть, по-моему, если не ошибаюсь, 60 метров. В принципе, это верится. Но, что самое интересное, вот оригинальный чехол для GoPro и вот этот вот чехол для телефона с Алиэкспресс. У них совершенно одинаковая резинка, вот это вот силиконовое герметизирующее кольцо. Оно абсолютно одинаковое. Что здесь, что здесь. Даже, я не знаю, не удивлюсь, если его делают на одном и том же заводе. Но, конечно, пластик здесь лучше и сама вот это вот крепление-закрывашка, оно тоже лучше. Кстати, по водостойкости. Для этого чехла водостойка заявлена 40 метров. Для Олимпуса для него тоже есть, в принципе, подобные чехлы, которые позволяют погружать вот до 60 метров. Но я такой не покупал, потому что он какой-то безумный денег совершенно стоит. Сам при себе фотоаппарат в таком виде можно погружать, не знаю, боюсь, на 15 метров. Я его погружал на 20. Но после 15 метров на нем загорается предупреждение о том, что, чувак, ты погружаешься слишком глубоко. И в какой-то момент он просто перестает записывать видео и вообще включаться. Но сначала видео перестает записывать, а потом даже у меня почему-то он не включался. А вот касательно этого чехла, конечно же, никаких 40 метров здесь нет. Но об этом чуточку позже, наверное, я расскажу про все особенности именно использования всех этих аксессуаров. А начнем мы, пожалуй, с качества фото и качества видео. Зачем нам телефон брать с собой на глубину, когда у нас есть фотоаппарат условный и GoPro-ха? Но проблема в том, что что здесь, что здесь размер матрицы одинаковый. Казалось бы, ты покупаешь недешевую мыльницу, она реально недешевая. То получается то, что матрица, которая доступна в телефоне, в 4 раза по площади больше, чем что здесь, что здесь. И в этом-то весь и интерес. Для начала предлагаю разобраться с GoPro. Самый интересный вопрос, это, конечно, поддержка RAW-формата, и она есть. Правда, файлы получаются странные. Мало того, что они весят меньше JPEG, так еще мало в каком конвертере открываются. Но нас интересует не это. Возможно ли с них что-то вытянуть? И ответ — да. Есть возможность восстановить немного информации из освеченных областей и попутно подрезав форматические аберрации, ну и, допустим, ослабить дымку. Можно и цвета поковырять, если есть желание. Они, в принципе, никуда не делись, в отличие от JPEG. Но удивило меня и то, что можно вытянуть весьма плачевный кадр. Количество информации это позволяет. Да, будет шумно, но оно того стоит без сомнения. Проблема лишь в том, что если снимаешь в RAW-формате, то создание снимка занимает секунд пять. Это неприемлемо вообще. То ли она сжимает файл, то ли еще чего обрабатывает. Но от экшн-камеры такой подставы не ждешь. Я надеюсь, что в девятке это уже исправили. Что касается видео, то тут, конечно, нет никакой возможности что-то исправить. Малейшие изменения и цвет поплывет, образуя лесенку. Однако камера прекрасно выбирает баланс белого, а изумительный стабилизатор не так обижает при столь обширном угле обзора. Забавно, кстати, то, что формат и видео, и фото на GoPro 4 к 3, а не 16 к 9, как обычно. Я бы на их месте пошел дальше и сделал вообще квадратную матрицу, чтобы можно было не вращать камеру вообще. А на посте уже кадрировать. Ну, с GoPro, думаю, все понятно, и про нее и так много сказано. Вообще, я думал, что можно будет задействовать сверхширокоугольный объектив на смартфоне и уже его сравнить с GoPro. Но, увы, так не получается. Позже объясню почему. Поэтому давайте лучше сравним сравнимое. Мыльницу Olympus и смартфон. Сперва посмотрим на картинку в целом. Для начала JPEG. Сразу видно, кто тут кто. Цвета на Olympus просто чудесные. Сказывается настройка матрицы, в которой есть предустановки затенения для подводных сцен, которые работают изумительно. Не всегда, но в большинстве случаев. Смартфон, понятное дело, не готов к такому раскладу. Цвета очень перенасыщены и похожи на то, что кто-то наложил фильтр. Если начать приближать, то с первого взгляда особой разницы по детализации нет. Разве что видно более размытый фон на Huawei. Хотя, если оба снимка приблизить, то преимущество по разрешению становится очевидным. Но это лишь вершина айсберга. Посмотрим на рост обоих аппаратов. Ну что можно сказать. Olympus стал еще прекраснее. Появился задний план, а цвета остались точны. Но гораздо больше преображений у Huawei. Ворвиглазные цвета удалось скомпенсировать. Цвет буя стал натуральнее. Но если обратить внимание на песок, то можно заметить, что у Olympus он считывается, то есть цвет песка, а вот у Huawei сливается с цветом водной толщи. Это как раз связано с тем, что Huawei не хватает диапазона регулировки затенения, если вот обрабатывать снимок с помощью привычного Adobe Camera Rock, к примеру. Но мы можем это сделать в RAW Терапи. Применив эквализацию, появляется вообще вся палитра цветов и на снимке Huawei. Это говорит нам о том, что само богатство цвета на снимке есть. Его нужно просто оттуда достать. И с такой редактурой уже снимок с Olympus окажется слегка перенасыщенным. А вот если приглядеться на кроп, то тут конечно на тотальное доминирование Huawei. Будучи не скованным сжатием, он показывает все, на что способен сенсор. Шумов минимум, детализация выше всяческих похвал. А вот другой интересный пример, где на минимальной глубине Huawei все-таки угадал с балансом белого. Это JPEG, и тут интересна другая деталь, глубина-резкость. Из-за того, что она меньше у смартфона, передний план получился размыт. Это заметно даже через все эти преломления. И еще один интересный нюанс. Видите рыбок? А, они есть. Сейчас призумим, и становится все сразу понятно, кто есть кто. Конечно, против лома нет приема. Заметно большая по площади матрица, и большее разрешение дают о себе знать. И не спасает снимок, в общем-то, даже RAW. С ним отрыв смартфона в данном случае только заметнее. Теперь, что касается видео, тут уже добавим к GoPro. Сначала посмотрим на разницу в углах обзора, которые и без того, думаю, очевидны. Цвета тоже везде разные. Изначально у Huawei все синее, у Olympus и фиолетовое, а GoPro попало в точку. Так этот план и выглядит в реальности. Забавно и то, что у Huawei угол обзора получается меньше, чем у Olympus, но и стабилизация лучше. Но у смартфона другая проблема. Жутко гуляющий баланс белого, и ничего с этим сделать нельзя. Не зафиксировать, не исправить потом в редакторе. Опять же, явно не хватает отдельного режима, который был бы адаптирован к таким сценариям использования. То есть он есть, но использовать его с данным подводным боксом нереально. В поведении на поверхности, конечно, никаких подобных проблем нет и быть не может. Зато, когда на мгновение баланс белого попадает в точку, то цвета и качество видео, конечно, изумительное. Теперь посмотрим этот же отрезок, только в полный экран. Тут сильно расстраивает Olympus, но в отличие от смартфона и GoPro, такое видео легко поправить. Разве что детализация немного расстраивает, ну и шум надо будет подчистить. GoPro из коробки снимает отлично. И цвета, и детализация даже для 2 и 7к, и стабилизация, все на очень высоком уровне. Конечно, не надо себя обманывать, любой смартфон при недостаточном освещении даст картинку лучше. Но тут света хватает. В итоге, как по мне, лучшее видео тут у GoPro. Но лишь потому, что смартфон не готов к таким условиям съемки и не имеет возможности использовать сверхширокоугольный объектив. Кстати, проблема с цветами у Huawei вполне может отсутствовать на другой модели другого производителя. Это надо иметь в виду. Например, с точки зрения видео, обычно айфоны получаются чуточку получше, чем другие смартфоны. И вот там, как раз таки, качество видео может быть повыше. Что ж, давайте теперь подведем выводы по каждому из устройств. Итак, что можно сказать про цифромыльницу? Ну, самое, что обидное в ней есть, это то, что в ней позорного размера матрица. Ну и серьезно, 1х2,3 дюйма это очень маленькая матрица по меркам, что современных мыльниц для энтузиастов, ну и даже смартфонов. По сравнению с дюймовочкой это даже не смешно, я имею в виду с дюймовой матрицей. И, конечно же, здесь очень низкий угол обзора при съемке видео, то есть очень узкий угол обзора. Но зато это самое живучее устройство среди этого всего. Только для него, только для этой мыльницы заявлена не только влагостойкость, водостойкость, но и стойкость от падения. Здесь на корпусе написано, если не ошибаюсь, 2 метра, не знаю, что это значит, наверное, он выдерживает падение с 2 метров. Ни для GoPro, ни для, естественно, вот этой бороды не заявлено никакой защиты от падений. Конечно, GoPro довольно-таки живучее, тем более, наверное, в чехле, но, опять же, для них не заявлено, для него заявлено. И вот он у меня уже сколько-то там лет, 3 года он, по-моему, у меня. Он весь пошарканный, весь поцарапанный, и с ним ничего не произошло. Еще из плюсов я скажу то, что он очень надежный, он не зависает, и у него достаточная автономность, что ему очень большой плюс. Ну, зум можно считать его плюсом, но я его, честно говоря, под водой, конкретно и в сложных условиях никогда не использовал, но кому-то может пригодиться и зум. Галогеновая вспышка тоже неплохая, но под водой практически бесполезная, скорее всего, захочется воспользоваться обычным фонарем. Теперь про GoPro. Про GoPro, в принципе, все уже давно сказано, ее самый главный недостаток это отвратительная надежность. Она зависает, у нее маленькая автономность. Если у вас нет, то, наверное, вы не в курсе, но использовать ее как основную нельзя, она вас подведет. То ли не запишет видео, она иногда зависает, иногда у нее батарейка кончается, когда вроде бы заряд 1,30%. Она просто очень жрет много энергии и сама, кстати говоря, перегревается. Но у нее есть большой бонус в том, что действительно при таком широком угле у нее достаточно неплохая по размерам матрица. Я думал, честно говоря, там будет что-то меньшее, но нет. Еще недостаток, который мало кто упоминает, это то, что вот если вы используете такой чехол, то, во-первых, чтобы им воспользоваться, нужно снять достаточно тугую линзу. Но что гораздо более худшая штука, то, что в этом чехле нельзя, соответственно, переключаться между режимами. То есть что качество и режим видео, что фото, то есть нужно ли RAW снимок сохранять, не нужно ли RAW снимок, в каком разрешении, нужно ли, может быть, HDR. Все это надо выставлять до того, как ты поместишь GoPro в чехол, потому что в чехле никакого сенсорного экрана, конечно же, работать не будет. Теперь самое интересное, это, конечно же, чехол. Помимо очевидных плюсов, как то качество фото и видео, они самые лучшие в классе, никакая мыльница, никакая GoPro даже близко не стоят к тому качеству фото и видео, который дает телефон с нормальной матрицей. Но есть, конечно же, телефоны с меньшей матрицей, там будет немножечко по-другому. Также есть телефоны с оптической стабилизацией, есть без оптической стабилизации. Вот эти вот нюансы, они, соответственно, зависят от телефона, я думаю, вы прекрасно это понимаете. Но что касается конкретного, конкретного чехла, я вот тут даже себе в ноутбуке выписал, чтобы не забыть ничего. Итак, во-первых, чехол весьма громоздкий, я уже про это говорил, но он, не только он громоздкий, но еще и к нему нужно брать с собой такой вот чехольчик, он идет в комплекте, чехол для чехла, да. В этой коробочке будет лежать насос, которым, соответственно, нужно откачать воздух из клапана. Казалось бы, ничего там в этом такого нету, ну окей, пускай будет и боксик для него небольшой. Но проблема есть, если ты берешь эту штуку с собой на глубину, ее сдавливая с такой силой, а там внутри еще и вакуум, то что она прилипает и зажимает внутри себя телефон. Если просто взять и попытаться открыть после всплытия, ничего не выйдет. Ты открываешь вот этот вот клапан, пытаешься открыть, а он не открывается. И единственный шанс у тебя достать оттуда телефон, это открыть здесь клапан и мембрану поддеть какой-нибудь английской булавкой. То есть с собой нужно таскать еще какую-нибудь тоненькую булавку. В противном случае ты вообще не достанешь оттуда телефон. Это сделать невозможно без уничтожения самого чехла. Эта проблема, казалось бы, тоже притянута за уши, можно типа там на берегу впихнуть телефон, поплавать и, казалось бы, никаких проблем нет. Но если у вас современный телефон, особенно Android телефон, то вы можете зайти к себе в меню, например, по дисплею и посмотреть, какой у вас максимальный тайм-аут для экрана. В большинстве современных смартфонов это примерно 15 либо 10 минут. Строчку никогда, то есть никогда не отключать экран, убрали к тех пор, как массово начали приходить на рынок именно OLED дисплеи. Получается то, что каждые 10 минут вам придется тыкать на кнопочку, чтобы телефон не заснул. И если он заснет, то все, вы остаетесь без камеры. Потому что даже если у вас нет никакого пин-кода, никакого пароля, а экран включается по двойному тапу на экран, вот этот вот двойной тап через кнопку у вас реализовать не получится. Телефон не воспринимает двойной тап через эти кнопки как двойной тап. Далее, несмотря на то, что здесь заявлено для этого чехла 40 метров, и на самом деле у меня такое впечатление, что 40 метров он переживет скорее всего, но по факту он перестает работать даже при 20 метрах. Почему? Потому что давлением просто сдавливает его настолько, что кнопки залипают внутри этого чехла. Вот эти вот беленькие, они залипают вообще на мертво, ими пользоваться невозможно. Красненькую залипает, но она сделана с такой шляпкой, ее в принципе можно сначала выдернуть оттуда и потом надавить обратно. Тогда можно сделать фотографию. И то, если неаккуратно нажать, она получается считывается как долгое нажатие по экрану, и телефон начинает снимать серию. У меня этих серий дофигища просто скопилось. Наверное, это самый большой недостаток этого чехла. Это то, что, казалось бы, вот есть у тебя классный телефон. На этом телефоне есть одна основная огромная камера и маленький объектив сверхширокоугольный, и там матрица чуточку поменьше. А если взять, например, Huawei P30 Pro, который съездил со мной в отпуск, то там матрица даже меньше, чем на GoPro. То есть здесь нужно смотреть по ситуации. Так вот, казалось бы, у тебя есть уже, что, сверхширокоугольная для того, что может GoPro, и у тебя есть объектив для высокого качества. И получается, GoPro вообще нафиг не нужна. Казалось бы, да? Но проблема в том, что этот чехол не позволяет переключаться между объективами. Здесь нету кнопки, которая бы тыкала в экран в том месте, где интерфейс переключения между объективами. Вот, и получается дребедень. То есть сделать хардверные кнопки под переключение между объективами невозможно. И это очень обидно, учитывая то, что фактически Android это довольно либеральная система, и каждый мог бы написать приложение для телефона, которое бы позволяло поместить этот элемент смены объективов как раз-таки под одну из этих кнопок. Но такого приложения, увы, нету. Следующий недостаток касается того, что если ты берешь с собой телефон, то у тебя может выскочить какое-то системное сообщение. И это системное сообщение вполне может перекрыть управление этими кнопками. У меня так было парочку раз. Причем это сообщение системное было непосредственно от приложения камер. Типа, попробуйте такую-то функцию. И чтобы оно пропало, мне пришлось ждать, пока он только начнет гасить экран. Сразу же я нажал кнопочку, и тогда это сообщение у меня с экрана пропало. Я предполагаю то, что некоторые смартфоны могут не иметь такой умной функции, и просто там это сообщение будет висеть до бесконечности. Надо знать, с каким телефоном ты идешь, и какие у него есть особенности, прежде чем запихивать его в такой чехол и погружать на глубину. Следующий нюанс заключается в том, что это, как я уже говорил, вакуумный чехол. Соответственно, если телефон, когда снимает 4К, нагревается просто сильно в обычных условиях, то в этом чехле он будет нагреваться в два раза сильнее, потому что ему тупо некуда отдать это самое тепло. И получается то, что если перегревается телефон при съемке в 4К в обычных условиях, здесь он перекреется, блин, в разы быстрее. И сюда нужно брать только те телефоны, которые имеют встроенное хорошее охлаждение. Получается так, что в телефоне действительно гораздо больший потенциал заложен, чем в мыльнице и чем в GoPro. Хотя на самом деле, если бы я, например, был бы производителем этих фотоаппаратов, мыльниц, например, Olympus, почему бы вот в этот фотоаппарат не запихнуть, например, дюймовую матрицу и второй объектив запихнуть наподобие, как у GoPro. Пускай она была бы с двумя объективами. Да, она была бы дороже, соответственно, но все, она победила бы телефоны и победила бы GoPro. Эти два устройства были бы ненужны, но нет, они почему-то делают вот эту вот позорную матрицу сюда. С GoPro здесь исправить на самом деле ничего не получится, потому что, да, ее ненадежность и малая батарейка связаны с тем, что она просто очень много жрет электричества. А она это делает, потому что у нее очень сложная прошивка, и она реально клеит очень крутое HDR-видео, у нее очень крутые фотки в HDR-режиме, и очень крутые режимы там по таймлапсу, по замедленной съемке. Все из-за сложной прошивки. Даже если поставить сюда большую батарейку, она тоже будет очень мало жить. Что сделать с этим ПО, непонятно. Да, есть, например, камера от Sony, но там качество фото и качество видео несколько другое, чем здесь. Хотя есть свои, конечно же, преимущества. Такая ситуация. С ней я вот в этом устройстве вижу наименьший потенциал по сравнению с цифровой мыльницей и телефоном, помещенным в такой даже бокс. То, что она не протечет и будет прекрасно работать, или там не откроется случайно, у меня нету никаких сомнений. Тогда как здесь нету никакой совершенно уверенности в том, что эта штука выживет. Ну, во всяком случае, там год, два, три. Более того, она еще и плохо здесь закрывается, причем, если я вот попытаюсь его закрыть, вот, то прекрасно видно, я думаю, то, что у нее выдавливает резинку. То есть, сама резина уплотнительная здесь плохо подогнана. То есть, ну, качество этого самого изделия соответствует цене этого изделия с Алиэкспрессом. Вот, а здесь водостойкость, если мы говорим только про водостойкость, то с ней все вроде бы неплохо, но всего 15 метров. Для многих этого может не хватить. В итоге получается то, что ни одно из этих устройств, как вы видите, не идеально. Брать какое-то одно из них я вообще не рекомендую. В общем, на этой негативной ноте я, пожалуй, остановлюсь. Всем спасибо, всем пока, поддержите лайкосиком.